Чтобы помочь тяжелобольному пациенту, Евгений Чусов сдал более 70 анализов. Несколько дней ему ставили специальные уколы, которые стимулируют выход стволовых клеток из костной ткани в кровь. Сама процедура похожа на обычную донацию, только длилась около пяти часов. А проводили ее в Кировском НИИ гематологии. Однако Курянин признается, когда узнал, что может спасти жизнь без вреда для собственного здоровья, отказаться не смог. Если честно, как-то волнительно, потому что как пройдет, что пройдет, еще мало, я знал и понимал об этом. Изначально пришла информация, что это спасение детской жизни, поэтому тут еще больше ответственности и волнения было. А это врач-анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Белых. В регистр доноров костного мозга он вступил около трех лет назад, а саму донацию совершил в 2021 году. Сегодня мы решили узнать о его самочувствии. Не было никаких проблем ни во время стимуляции, ни сразу после донации, ни сейчас. До сих пор никаких особенностей по организму не ощущаю, ничего не изменилось. То есть как жил, так и есть. Знакомые, увидев репортажи, сами спрашивали, как организоваться, как вступить. И потом, да, хвастались, что вступили в регистр, но пока их не вызывали. Чтобы вступить в регистр, достаточно сдать до пяти миллилитров крови, а дальше жить обычной жизнью. Шанс, что с человеком свяжутся и пригласят стать реальным донором, равен примерно одному к десяти тысячам. Ведь все люди имеют разный генотип. Тем не менее, совпадения бывают, и именно они дают возможность спасти человеку жизнь. Об этом не часто говорят. Когда человек сталкивается с проблемой, у него возникает какое-то заболевание крови, времени очень мало на то, чтобы спасти его жизнь. И часто именно трансплантация костного мозга является единственным способом лечения этого пациента. Через пару лет пациент и донор при условии обоюдного согласия могут встретиться. Например, Евгений Чусов с нетерпением ждет, когда увидит своего рецепиента. Сейчас в Курской области в регистре доноров костного мозга состоят около двух тысяч человек. По словам специалистов, нам есть к чему стремиться. Если вы хотите сделать доброе дело и спасти чью-то жизнь, обращайтесь по телефону областной станции переливания крови 540-310. Ксения Дегтярева, Роман Федорков и Максим Леонов. События дня.